Как складывать апельсины в ящик, чтобы их туда влезло как можно больше? И каким образом похожий вопрос возник в цифровых технологиях? Сейчас расскажу. Апельсины можно выкладывать слоями. Например, каждый слой можно выкладывать квадратами. Вот так. А можно треугольниками. Вот так. Итак, апельсины каждого следующего слоя можно класть непосредственно над апельсинами предыдущего слоя. Но гравитация подсказывает нам, что этот способ не является оптимальным. Апельсины второго слоя надо класть в дырки между апельсинами первого слоя. При первом способе в каждом слое будет меньше апельсинов. Но зато слоев в коробке будет больше, потому что каждый слой ложится глубже. Кстати, первым способом из апельсинов можно сложить четырехугольную пирамиду. Пирамиду Хеопса. А вторым треугольную пирамиду пакет молока. Какой способ лучше? Оказывается, что это один и тот же способ. Он называется кубической границентрированной упаковкой. При этой упаковке центры шаров находятся в вершинах и центрах граней кубов. Упаковки могут быть и менее симметричными, но среди них есть такие же плотные, как кубическая границентрированная упаковка. А есть ли способы лучше? И как сравнить эффективность разных способов? Давайте считать отношение объема, занятого апельсинами, к объему всей коробки. Оказывается, что при нашей упаковке только четверть объема коробки остается незанятой. Можно ли упаковать апельсины еще лучше? Выясняется, что нет, нельзя. Еще в 17 веке Иоганн Кеплер предположил, что кубическая границентрированная упаковка является самой плотной. Конечно же, тогда речь шла не о перевозке апельсинов, а о упаковке пушечных ядер в трюмах военных кораблей. Но это было всего лишь предположение, гипотеза. И только в 19 веке Карл Фридрик Гаус сумел существенно продвинуться в ее доказательстве. Но до полного решения было еще очень далеко. И вот, наконец, в 1998 году американский математик Томас Хейлс из университета Питтсбурга сумел полностью доказать гипотезу Кеплера. Однако его решение использовало такие сложные компьютерные вычисления, что специалисты не смогли его полностью проверить. Поскольку мы с вами говорим о математике, то надо признать, что и апельсины, и пушечные ядра — это шары. Интерес к упаковкам идеальных шаров возник в 70-х годах 20 века. У специалистов в области цифровых телекоммуникаций. Оказывается, что эффективные способы кодирования и передачи информации очень тесно связаны с плотными упаковками шаров. Действительно, представьте, что вы звоните своей бабушке во Владивосток. Электроника преобразует каждый звук в блок, состоящий из нулей и единиц. Для наглядности будем использовать блоки из трех цифр, каждая из которых равна нулю или единице. Вот слово «Алло» закодировалось четырьмя такими блоками. Три цифры — это три координаты точки в пространстве. Нарисуем эти точки. Получились центры шаров, упакованных кубиками. Это не очень плотная упаковка, ведь почти половина объема осталась незанятой. Именно поэтому при помехах на линии могут перепутаться блоки с отличием в одной цифре, то есть соседние шары. Вот у нас из-за помехи перепутались шары «З» и «А». Чтобы спасти положение, можно использовать не все блоки цифр, а только половину. Иными словами, не станем писать цифры на черных шарах. Теперь-то мы знаем, что испорченный блок цифр означает «А», а не «З». Такая система кодирования называется кодом, исправляющим ошибки. Обратите внимание, теперь шары упакованы по Кеплеру, то есть гораздо плотнее. И это не случайность. Коды с исправлением ошибок и плотнейшей упаковки оказываются тесно связаны. Можно брать блоки не только из трех цифр, но и из одной, двух, четырех или даже из восьми. В этом случае эффективный код будет соответствовать упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Что вы видите? По-моему, похоже на набор отрезков, покрывающих прямую. Таким образом, задача о плотной упаковке шаров в одномерном пространстве решается очень просто. Набор отрезков на самом деле был лишь частью картинки. Главное – посмотреть под правильным углом. Задачу о самом экономном расположении кругов на плоскости решили пчелы. Помните один из способов упаковки апельсинов? Круги расположены как пчелиные соты. Но что же это? На самом деле, то, что мы видели, как ряд монеток на плоскости, является лишь профилем набора объемных трехмерных шаров. В трехмерном пространстве самой плотной является уже знакомая нам упаковка Кеплера. Именно так упакованы атомы в алюминии, серебре и золоте. Но представьте себе, что и это лишь иллюзия, всего лишь вид сбоку какой-то четырехмерной упаковки шаров. Вы только представьте, что задача о самой плотной упаковке шаров с таким трудом решенной в трехмерном пространстве была решена в 2016 году украинским математиком Мариной Визовской в 8- и 24-мерных пространствах. Таким образом, сегодня мы умеем наиболее плотно упаковывать шары в одномерном, двумерном, трехмерном, восьмимерном и 24-мерном пространствах. При этом жизнь в трехмерном пространстве часто оказывается гораздо сложнее и запутаннее, чем в восьмимерном и даже в 24-мерном. На этом все. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует...